Уже несколько месяцев мы говорим о наделении силой через кровь Иисуса. Мы старались донести людям понимание о том, что они могут принять силу через веру в кровь Агнца. Кровь Иисуса — это не что-то такое, о чем вы говорите только в Пасху и о чем поете в песне. Это не клише, которое вы носите на своей майке. Кровь Иисуса излилась, и каждый раз, когда она изливалась из тела Христа, она платила цену за что-то. Каждый раз, когда она изливалась, она от чего-то избавляла нас. Если у вас будет вера в кровь Иисуса, она наполнит вашу жизнь силой, и благодаря ей в вашей жизни будут способности и силы. После того, как вы поймете, что наделение силой через кровь Иисуса — это воля Божья для вас. Вера в кровь Иисуса — это ключевой момент. И нам необходимо знание о том, что она сделала для нас. Вера в кровь Иисуса — это знание о том, что она для нас совершила. Вы должны знать о том, что через кровь Иисуса Христа мы были освобождены от греха. Благодаря Его крови у нас есть победа, благодаря ей у нас есть защита, благодаря ей мы получили избавление и искупление. Благодаря крови Иисуса мы очищены. Через Его кровь Бог избавил нас от грехов, отягощающих нашу совесть. Также необходимо, чтобы вы не только имели понимание важности крови Иисуса, но и начали практиковать веру в Нее в своей жизни. Вы знаете о крови Иисуса, верите в Нее, а затем практикуете свою веру. Это просто значит, что вы используете эту веру каждый день. Проснувшись, вы призываете защиту крови Иисуса на свою семью, свои финансы, своих детей. Вы призываете защиту крови Иисуса и провозглашаете «Я принимаю победу через веру в кровь Иисуса». Вы заявляете «Я и моя семья, мы под защитой крови Иисуса, так что всякое зло должно пройти мимо меня, потому что я верю в кровь Христа и защищен ею». Однако происходит вот что, есть немало верующих, которые по неведению не применяют веру в кровь Иисуса для своей защиты. Они воспринимают слова о его крови как религиозное клише или религиозную поговорку. Однако же вам следует ожидать действия от крови Иисуса. Когда я призываю покров крови Иисуса на это собрание, я ожидаю, что в жизни людей будет что-то происходить. Когда я призываю защиту крови на мою семью, я ожидаю, что она будет защищена. Когда вы применяете веру в кровь Иисуса, вы должны ожидать, что она будет действовать. И однажды вы посмотрите на свою жизнь и увидите, что она наполнена силой, благодаря ежедневному применению веры в кровь Христа в своей жизни. Мы много говорили об этом, а затем мы начали говорить о следующем факте. Мы заметили, что во время распятия Иисуса было пять мест его физического тела, откуда текла кровь. И мы отметили, что каждый раз, когда кровь проливалась из этих мест, она что-то приобретала для каждого христианина, и в то же время от чего-то его избавляла. Мы начали говорить о ранах на его спине, о том, как из его спины изливалась кровь. И мы читали в книге Исаии, что ранами его мы исцелились. Итак, когда кровь излилась из его спины, этой кровью он заплатил за наше исцеление и избавил нас от немощи и болезней. Таким образом, вам следует понимать и верить, что благодаря крови Иисуса у вас есть купленное этой кровью право быть исцеленным, независимо от того, что говорят врачи. «Воскликните, я исцелен через веру в кровь Иисуса». Скажите, через мою веру в кровь Иисуса я избавлен от немощи и болезней. Вам необходима вера в кровь Иисуса. Знание о том, что она для вас приобрела и от чего избавила, а затем вам следует применять веру в нее, в своей жизни, и тогда вы увидите изменения. Второе. Мы рассматривали тот факт, что на голову Иисуса надели терновый венец. Шипы олицетворяли проклятие, и когда кровь излилась из головы Иисуса, он заплатил цену за наше благословение и в то же время избавил нас от проклятия. Так что на данном конкретном уровне вашей веры в кровь Иисуса, вам следует говорить, «Я высвобождаю свою веру в кровь Иисуса, в том, что я благословен, а не проклят». Чтобы не происходило в вашей жизни, провозглашайте, «Благодаря крови Иисуса я благословен». Независимо от того, кто был проклят в моем прошлом, какие мои родственники были прокляты, у меня есть вера в кровь Иисуса. Я благословен, а не проклят. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Я благословен, а не проклят, благодаря моей вере в кровь Иисуса». Вы понимаете? Видите, вам необходимо применять веру в кровь Иисуса. Что бы ни происходило в вашей жизни, говорите, «Благодаря крови Иисуса я благословен, поэтому я живу и действую как благословенный человек. Я благословен, потому что Иисус приобрел для меня благословение своей кровью и избавил меня от проклятия». Затем мы стали говорить о третьем месте, откуда истекала кровь Иисуса во время распятия, о руках. Когда кровь излилась из его рук, руки человека олицетворяют его экономическую состоятельность и силу. Поэтому, когда кровь излилась из рук Иисуса, он приобрел для нас изобилие и избавил от бедности. Итак, кровью Иисуса была заплачена цена за то, чтобы вы имели жизнь с избытком. Раз Иисус заплатил цену за то, чтобы вы имели жизнь с избытком, вы можете так и жить. Не думаю, что вы услышали то, что я сказал. Раз за это заплачено, то этим можно пользоваться. Но в то же самое время Иисус избавил нас от бедности. Когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, результатом их бунта стала бедность, нехватка, недостаточность, неадекватность, дефицит, непродуктивность. Это стало результатом случившегося в Эдемском саду. Но Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». И что дальше? И имели с избытком. Вы можете сидеть и слушать, что вам говорят люди, однако цена за то, чтобы и христианин мог жить с жизнью, с избытком, уже заплачена. Если вы так живете, это не чья иная вина, кроме как ваша, ведь цена уже заплачена. Это похоже на такую ситуацию, допустим, я купил вам футболку, чтобы вы ее носили, но если вы ее не носите, это ваша вина. Я купил вам футболку, заплатил за нее. А вы ходите и говорите, «О, я этого не заслуживаю, я не достоин носить эту футболку». Вы можете водить в ней машину, носите ее, потому что за нее уже заплачено. Воскликните, «Я избавлен от нехватки». Я принимаю изобилие через мою веру в кровь Иисуса. Сегодня мы говорим о крови, истекшей стопы Иисуса. По мере того, как мы будем продолжать наше подробное исследование распятия нашего Господа Иисуса Христа, вы будете узнавать, что каждое место Его тела, из которого истекла кровь, имеет вечное значение. Итак, мы говорим о стопах Христа. Когда их пригвоздили к кресту, из них истекла драгоценная кровь. Каждая капля Его крови была платой за нас. Иисус пролил Свою кровь и искупил нас от грехопадения с Его ужасными последствиями. И мы никак не можем говорить о Своем искуплении, не соотнося Его с грехопадением человека. Когда вы говорите о крови, истекшей из стопы Иисуса, я хочу, чтобы вы понимали, что произошло. Нам была возвращена наша духовная власть, и владычество. Все это было восстановлено. Иначе говоря, поскольку из стоп Иисуса пролилась кровь, мы с вами можем пребывать на таком уровне духовной власти, что бесы, демоны и даже ангелы будут понимать, что мы сыновья и дочери Всевышнего Бога. И чтобы мы не сказали, так и будет, потому что Бог дал нам духовную власть через Свою драгоценную кровь, и мы имеем ее на этой земле благодаря крови, истекшей из стопы Иисуса. Воскликните, я принимаю свое право владения и свою духовную власть через веру в кровь Иисуса. Иисус пролил свою кровь и искупил нас от грехопадения со всеми его последствиями. Вот что я хочу сказать вам о грехопадении. Мы никак не можем говорить о нашем полном искуплении, не соотнося его с грехопадением, потому что если бы не грехопадение, то прежде всего не было бы нужды в искуплении. Искупление необходимо для того, чтобы аннулировать последствия грехопадения и открыть двери для вечного Божьего плана, несущего благословение человечеству. После грехопадения было произнесено крайне важное пророчество. Это слово Бог произнес тогда, когда проклял змея. Но даже во время великого гнева Бог помнил о милости и обещал ее. Давайте прочитаем из 3 главы книги Бытия. Я хочу начать с 14 стиха 3 главы книги Бытия. Если вы нашли, скажите «Аминь». Вы уже никогда не будете прежними. Что-то произойдет сегодня на этом месте, и когда вы выйдете отсюда, вы возьмете власть над теми вещами, с которыми вы мирились, которые вы терпели, которые с вами происходили. Вы возьмете над ними владычество. Сейчас дьявол стоит снаружи и дрожит из-за того, что вы скоро услышите. Это все равно, как если бы вас назначили генеральным директором компании. Но никто вам об этом не сказал, поэтому все в компании вас третировали в то время, как вы ее глава. Сегодня вы узнаете о том, что вам больше не дня вашей жизни. Не надо позволять дьяволу третировать вас, потому что вы были назначены генеральным директором этой планеты. Молитесь за меня. Бытие 3 глава с 14 стиха. Давайте вместе прочтем 14 и 15 стих. «И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». Мы знаем, что змея, о котором здесь говорится, это дьявол, сатана, лжец. И мы также знаем, что обетованное семя жены – это Иисус. И с самого момента, когда Бог сказал эти слова, сатана выискивал семя жены. Сначала он думал, что речь шла об Авеле, и устроил его убийство. Потом он думал, что это Моисей, и побудил фараона убить всех младенцев мужского пола. А когда родился Иисус, он внушил Ироду убить всех младенцев от двух лет и младше. Что делал сатана? Он выискивал семя жены. Но во всех своих попытках он потерпел ужасное поражение. Почему? Потому что Бог всегда будет опережать дьявола на много ходов. Но вот во время распятия Иисус, который и был обетованным семенем жены, позволил, чтобы его стопы были ужалены змеем, ранены. Я сказал правильно. Во время распятия Иисус позволил дьяволу ужалить себя в стопы. Заметьте, я сказал позволил. Никто не мог забрать жизнь у Иисуса. Он сам отдал ее. Потому что ни одно сотворенное существо никогда не могло забрать у него жизнь. Если бы Иисус сам не отдал свою жизнь, она никогда не была бы забрана у него. О, слава Богу! Видите, вам нужно понимать многогранную мудрость Божью. Извините, я переключился на расширенную версию Библии Крефла Доллара и скажу, что произошло в тот день. Понимаете, во время Моисея сделали змея на шесте, и когда люди смотрели на змея, они исцелялись. И это казалось очень странным, потому что как, глядя на змея, можно было исцелиться? Но это было пророческим словом о том, что произойдет в будущем, когда Иисус будет распят на кресте. Итак, о чем идет речь? Иисус ни разу не согрешил. Он никогда не сделал ни одного греха. Как же он мог сойти в ад, не совершив ни единого греха? На кресте произошел великий обмен. Вот причина того, почему Бог на какое-то время отвернулся от Иисуса. Это произошло из-за решения Иисуса взять на себя то, что он никогда не совершал. Только представьте, на того, кто ни разу не согрешил, было возложено множество грехов, чтобы нам облечься в праведность Божью. Вот что сделал Бог. Он снял с себя одежду праведности и поменялся с человеком, облегшись в одежду греха, подобно тому змею на шесте. Сатана привел Иисуса на крест, и Иисус это позволил. Сатана думал, что убил его, но Иисус позволил себя распять и умертвить ради реализации будущего плана. Иисус позволил себя умертвить. И Библия в книге Деяния говорит о том, что он был послушен Богу до смерти. Он сошел на самое дно Гадеса. Слава Богу! Вам лучше верить, что Иисус сошел на самое дно ада, а если бы не так, это пришлось бы сделать нам с вами. Сатана подумал, ага, значит, я выиграл. Вот и все. Битва окончена. То есть, все выглядело так, будто он победил, но ему следовало бы уже знать, что христиане живут не на основании того, как все выглядит и как кажется. Когда Мария объявила о своей беременности, казалось, что она шутит. Когда сыны Израиля, вы подошли к Красному морю, выглядело так, словно они попали в ловушку. Когда к вам пришли счета, казалось, что вы не сможете их оплатить. Когда в вашу жизнь пришла проблема, казалось, что вы потерпите поражение. Но у каждого из нас здесь сегодня есть свидетельство о том, что когда казалось, что мы упадем, Бог нас возвысил. Итак, мы руководствуемся не тем, как все выглядит. Порой может казаться, что вы вот-вот упадете, но появляется могучая рука Божья и снова избавляет вас от того, как это выглядело. Порой кажется, что вы всю жизнь будете банкротом. Кажется, что вас убьет рак, но мы никогда не должны жить согласно тому, как все выглядит. Когда Иисус умер и сошел в ад, то сатана подумал, что одержал победу. Дьявол сказал, «Уф! Ну, теперь можно идти в отпуск». Поэтому он созывает всю свою команду «Смерть, ад и тление» и говорит, «Я ненадолго отлучусь куда-нибудь во Флориду. Отдохните, деньга три». Я слышал пророчество о том, что Иисус должен воскреснуть, так что проследите за ним. Тление говорит, «Если смерть удержит его, я подвергну его тело тлению». Могила говорит, «Я его не выпущу, так что ни о чем не беспокойся, сатана, и наслаждайся отдыхом. Ну, в общем, давай, до скорой встречи». Сатана отправляется в отпуск, плавает, загорает, занимается серфингом, в общем, отрывается по полной, так как это делаем мы. Сатана возвращается и видит свою команду в полной растерянности. Он подходит к ним и спрашивает, «Что случилось?» Они в ответ бормочут, «А, ну, ты знаешь, как его, ну, значит, это, ну, ну, то есть, в смысле, как бы... Так что все-таки случилось?» Тление говорит, «Ну, дело в том, что я бы могла подвергнуть тело Иисуса тлению, но если бы смерть удержала его, но, похоже, ей это не удалось». Смерть говорит, «Я пыталась удержать его, но могила его выпустила». Во время этого разговора прямо посреди ада раздался громкий звук, и впервые за все время в аду засиял свет. Все обернулись и увидели царя славы, стоящим перед ними. Иисус начал их учить уму-разуму. Он сказал, «Вот что случилось, ребята. Давайте-ка, я вам все объясню. Все выглядело так, будто я согрешил, но я не согрешил ни разу. Как ты, сатана, нелегально проник в Эдемский сад, так я проник в твои владения. Я здесь нелегально, потому что я свят». Потом он схватил смерть и сказал, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Я здесь, чтобы освободить пленников. И сейчас я лишу тебя всей твоей силы». Вы представляете себе эту картину? Принимая все это во внимание, поймите, что исполнилось пророческое слово, произнесенное за четыре тысячи лет до этого. Дьявол ужалил Иисуса в питу. Он ранил его в питу на Голгофском кресте. Шрамы так и остались. Даже сейчас, когда Иисус сидит на престоле, на его стопах остались шрамы. Знак его вечной любви к людям позволил ужалить себя в питу. Иисус заплатил цену и исполнил пророчество. Что это значит? Раз Иисус позволил пригвоздить свои стопы, несомненно, что голова сатаны сокрушена. Нет сомнения в том, что Иисус сокрушил голову сатаны на Голгофском кресте. Давайте узнаем, что говорит Библия. Откройте вторую главу послания Колоссинам. Вам надо иметь понимание, что произошло в этот день. Вам надо понимать, что мы делаем. Послание к Колоссинам. Вторая глава, 15 стих. Смотрите, что произошло. В 15 стихе написано, «Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». В расширенном переводе говорится, «Бог разоружил начальства и власти, которые выстроились против нас, и Он подверг их публичному поношению и позору, триумфально восторжествовав над ними собою и крестом». Заметьте, что Иисус разоружил начальства и власти, которые выступили против нас. Вы не понимаете, о чем я говорю. Любые бесы, любые демоны, любая темная сила, которая выступает против вас, помните о том, что они разоружены. Иисус разоружил их. Так что у них остались одни разговоры. Они ничего вам не могут сделать, пока вы сами не позволите им вбить что-нибудь в голову, потому что у них больше нет силы. Иисус отнял у них силу. Он разоружил их. Он вытряхнул пули и разбил их ружья. Они вам ничего не могут сделать, только попытаются обмануть, потому что в их руках больше нет силы. Боже мой! Посмотрите вторую главу послания к евреям. Иисус разоружил силы тьмы, а вы испугались выхода какого-то жалкого беса. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. В этом стихе говорится, «А как дети причастны плоти и крови, то и Он так же воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Теперь послушайте это. Поскольку они, его дети, причастны плоти и крови в физической природе человеческих существ, Он сам подобным же образом воспринял ту же самую природу человеческих существ с тем, чтобы, пройдя через смерть, Он мог обратить в абсолютное ничто и лишить всякой силы того, кто обладал державой смерти, то есть дьявола. Вот что я хочу, чтобы вы увидели. У дьявола была держава. Я говорю, у Него была сила. Больше у дьявола нет силы. Как видите, Иисус лишил его всякой силы. Он подверг позору все силы тьмы. Он восторжествовал над ними в абсолютной победе. Поэтому мы называем Иисуса нашим победителем. Через свою смерть Он сокрушил. Он обезоружил того, кто обладает державой смерти, то есть дьявола. Он победил все силы тьмы и приобрел над ними абсолютное владычество. Иисусу незачем было побеждать дьявола ради Себя Самого. Он дал эту победу нам. Он никогда ни одной секунды не находился под владычеством сатаны. Он Бог от вечности. Однако человечество, оно было владычеством сатаны, я имею в виду после грехопадения. Поскольку Иисус хотел освободить нас, Он должен был отождествить Себя с нашим состоянием рабства. Вот поэтому, по воле Бога Отца, Он отождествил Себя с нами, и по воле Бога Он подчинился власти смерти, чтобы восторжествовать над ней. Послушайте, на короткое время Иисус подчинил Себя смерти. на короткое время. Он на короткое время дал смерти чувство победы. Но смотрите, что произошло потом. Иисус навсегда разбил цепи рабства и восстановил нашу духовную власть и владычество. Скажите громко, через веру в кровь Иисуса я снова принимаю украденную у меня духовную власть. Кто из вас верит в это? Право на владение, духовная власть. Но это еще не конец истории. Иисус позволил вбить гвозди в свои стопы для того, чтобы вы смогли всю свою жизнь поражать сатану в голову. Боже мой! Боже мой! Посмотрите первую главу книги Бытие. Вот каким было изначальное намерение Бога. Мы должны поражать змея в голову. Мы должны давать ему по голове каждый раз, когда он только появляется. О, Иисус! 26 и 27 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да будет у них что? Владычество». В расширенном переводе говорится, да будет у них полная духовная власть. Повернитесь к своему соседу и скажите, «У меня есть духовная власть. И да будет у них владычество над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, после грехопадения человек потерял свою духовную власть, но Иисус вернул ее нам после своей смерти и славного воскресения. Князь мира сего не понял мудрости Божьей, которая заключалась в том, что через смерть Иисуса Бог сокрушит врага и сделает так, что он навсегда будет подчинен человеку. Боже мой! Поэтому мне понятны слова ангелов, которые написаны в 8-м псалме. «Что есть человек?» Они говорят друг с другом, «Что есть человек, что Бог помнит его?» «И сын человеческий, что он посещает его?» «Немного он умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его». Почему Бог сделал это? Ангел говорит, «Почему Бог немного умолил его?» В традиционном переводе Библии написано, «немного умолил его перед ангелами». Но в оригинале написано иначе. «Ну вот, теперь он взялся менять слова Библии», скажет кто-то. «Я не меняю слова Библии». В оригинале стоит слово «элохим». Впоследствии переведенное как «ангелы», однако «элохим» переводится «бог». Как же вышло, что в переводе написали «ангелы»? Какой-то несмелый богослов побоялся признать, что у него больше духовной власти, чем у ангелов. Если бы в оригинале было слово «ангелы», это значило бы, что сатана, который тоже принадлежит к ангелам, мог бы на законных основаниях иметь власть над человеком. Но это не так. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Видите, он фактически передал нам право на духовную власть и владычество. «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, демонов, бесов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Итак, давайте проведем небольшую исследовательскую работу. В английском переводе этого стиха дважды используется слово «сила». Первое слово «сила» обычно переводится как «право», «власть». Он говорит себе, «даю вам силу», «власть». «Даю вам право». Власть – это право повелевать. Вы имеете власть из-за того, кто подкрепляет вас. Если офицер полиции выходит на улицу и поднимает свою руку, чтобы остановить вас, то его подкрепляет власть его формы, которая, в свою очередь, подкрепляется государством. Слава Богу! Но если он выйдет без значка, без униформы, без всех этих знаков отличия, и постарается кого-то остановить, то его могут просто сбить, потому что ничто не подкрепляет его власть. И я говорю вам сейчас, что Иисус подкрепляет ту власть, которая дана нам. Его божественность подкрепляет эту власть. Ангелы подкрепляют эту власть. Все небеса подкрепляют эту власть. Все готовы поддержать вас. Но вы ничего не делаете с этой властью. Вы ничего с ней не делаете. Вы сидите и терпите Все думая, ну все остальные Во-первых, вы не можете знать всех остальных Но вы все равно думаете, все остальные тоже проходят через это Вы не используете свою власть Вы закрываете свои уста в то время, как должны использовать власть для того, чтобы встать и сказать Подождите, за меня стоят небеса И эти проблемы не Божья воля для моей жизни Это не является частью моего закона о правах Поэтому во имя Иисуса Что бы я не связал на этой земле, я свяжу на небе И что я высвобожу на земле, то высвободится на небе Слава Богу за молитву Но иногда нужно связать кое-что Иногда нужно что-то высвободить Вы, проклятые болезни и немощи Во имя Иисуса, которому я принадлежу и которому служу Убирайтесь из моего тела Я повелеваю этому телу прийти в согласии со Словом Божьим Исцелись Я повелеваю тебе во имя Иисуса Вы сидите здесь и говорите О Боже, помоги мне, Господи Пожалуйста, помоги мне А Иисус отвечает Я уже помог тебе Я дал тебе власть Как скажешь, так и будет Я жду, когда ты сделаешь что-то Я поддержу тебя Я заставлю закон двигаться Но ты должен быть инициатором Ты должен быть тем, кто встанет Когда начнут говорить о тебе худое И тогда ты скажешь Никакое оружие, созданное против меня, не будет успешно Я обличу всякий язык, который будет говорить против меня Я обличу его во имя Иисуса Закрой свой рот во имя Иисуса Вы смотрите на свои деньги И они выглядят не так, как хотелось бы Вы смотрите на свою чековую книжку И говорите Нет, нет, нет Это бедность Но я избавлен от этого Я не должен жить так Теперь во имя Иисуса Я повелеваю этим долгам Убраться из моей жизни Я повелеваю Чтобы ко мне пришло повышение Вы должны использовать свою власть Перестаньте жить, как духовный слабак Отсиживаясь на задних рядах Принимая побои от дьявола Ну, слава Господу Ну, наверное, это не воля Божья Ну, никогда нельзя знать наверняка Не будьте слабаком Вы сидите Сидите и позволяете дьяволу давить на вас из года в год В то время, как вам дана корона Дана власть, как сыну или дочери Бога Всевышнего Прошло 10 лет А вас все равно унижает какой-то слабый бес без зубов У него нет ни когтей, ни зубов Ничего, кроме слов Но вы позволяете ему портить всю вашу жизнь Вы должны повелить миру прийти в ваш брак Вы должны повелить миру прийти к вашим детям Вы должны ходить во власти, которая была дана вам Сколько еще вы собираетесь терпеть это? А? Сколько еще раз вы собираетесь молиться и поститься? Слава Богу за пост и молитву Но некоторым вещам вы должны повелеть Бог сказал нам, пожалуйста, пожалуйста Начни повелевать чему-то Эти христиане ходят вокруг и поют песни о крови Иисуса Покупают футболки со словами о его крови Но не используют свою власть Ничему не повелевают Моя кровь была пролита Чтобы вы владычествовали на этой земле Я поддержу вас Дух Святой поддержит вас Имя Иисуса поддержит вас Кровь Иисуса поддержит вас Ангелы поддержат вас Небеса поддержат вас Иегова Ира поддержит вас Ну, знаешь Вы в порядке? Первое слово «сила» в английском переводе переводится как «власть» А второе слово означает «абсолютное право» Иначе говоря, в этой ситуации не будет большей власти, чем та, которая была дана вам Вот это да Абсолютная власть Вы имеете власть Господство Второе слово «сила» переводится как «способность» Первое слово «сила» означает «власть», а второе — «способность» Вот что сказал Иисус «Се даю вам власть и право, чтобы иметь полное господство над змеями и скорпионами, над дьяволом» Он сказал, чтобы мы не боялись использовать власть, потому что ничто не в силах превозмочь его слова И ничто не повредит вам Вы сидите и говорите Ну, нужно быть осторожным с тем, что говоришь, потому что дьявол может услышать вас Я хочу, чтобы он услышал меня Я хочу, чтобы он услышал меня Однажды я пошел в комнату, чтобы изгнать беса И эта маленькая девочка сидела на краю кровати, словно птица на жердочке В тот вечер была гроза, были гром и молния Дул сильный ветер, в общем, идеальные условия для любого фильма ужасов Мне было 23-24 года Я изучал все, что брат Хейген написал о демонах Я был готов встретиться с ними Пустите меня, я выйду против них Я узнал, что имею власть над врагом Я вычитал, слава богу, что демоны должны знать меня И мне было интересно, действительно ли это так Я зашел в комнату, и тут она повернулась и сказала Я знаю тебя, а я сказал ей Я знаю, что ты знаешь меня Я сказал, закрой свой рот, дьявол Аллилуйя, бесы должны знать вас Бесы должны знать вас Павла знаю, и силам неизвестен Бес не должен говорить, а ты кто такой Каждый раз, когда вы оказываетесь возле бесов Они должны знать вас по имени И я начал радоваться тому, что они знают меня по имени Но я еще больше обрадовался тому, что имея власть и силу изгонять их Некоторые из вас не верят в бесов Но когда вы в следующий раз начнете вести себя странно Посмотрите в зеркало, и вы их увидите Я говорю вам, что-то сверхъестественное сойдет на эту землю Что-то сверхъестественное должно произойти на этой земле У Бога должны быть люди, которые будут ходить во власти Которые не будут бояться приказывать ветру Которые не будут бояться изгонять бесов Которые не будут бояться приказывать немощам и болезням Бог не будет использовать неподготовленных христиан Вы сами не обращаетесь к тем, кто не обучен Так почему же Бог должен использовать таких людей? Они не молятся, не приходят в церковь, кроме как на Пасху Простите Простите А потом вы говорите Господь, используй меня Он не может Вы ничего не знаете Вы ничего не практиковали Вы ничего не делали Ну, мне скучно Это потому, что вы ничего не делаете Наступать на змей-скорпионов и на всю силу вражью Это ваши права Которыми вы обеспечены через кровь Иисуса Вы должны понять это Я имею право наступать на бесов Я имею право Аллилуйя, наступать на бесов Это мое право как христианина Но если вы не знаете своих прав И вы понимаете, что это так Если вы не знаете своих прав, то вы не используете их Знаете? Была такая пословица много лет назад Возможно, некоторые используют ее до сих пор Если хочешь спрятать что-то от раба Положи это в книгу Потому что они понимали, что раб не будет читать ее А у меня появилась похожая пословица Если хочешь спрятать что-то от христианина Помести это в Библию Потому что они ее все равно не читают Пока вы не начнете читать Библию И узнавать свои права Бесы будут иметь победу в вашей жизни Из-за вашего незнания Уничтожен будет народ мой за недостаток ведения Потому что мы до сих пор не можем прийти в церковь и ощутить его силу Я не хочу служить Богу, если ничего не чувствую Вы должны понять, что мы должны чувствовать его утром, в обед Когда просыпаемся, когда ложимся О Господь, мы должны чувствовать Твое присутствие Мы должны чувствовать его Мы должны чувствовать Ничего не чувствуете? Пощупайте себя Зачем вам эти чувства? Они вам никак не помогают Пощупайте себя И пойдите, научитесь чему-то Ноги Иисуса были изранены для того, чтобы Сатана и все бесы оказались у вас под ногами Кровь Иисуса загнала Сатану навеки под мои ноги Как Адам, вы можете ходить во власти на земле и заставлять дьявола валяться в пыли Заставьте дьявола валяться в пыли Когда он приходит к вам, вы должны сказать ему «Убирайся отсюда, а то будешь валяться в пыли» Мы были в Нью-Йорке, где собирались открыть церковь на Манхэттене И я услышал нечто интересное Я проснулся ночью и услышал шум самолета А потом я услышал, как кто-то сказал «Тебе не получить мой город» Этот город был моим на протяжении веков Я сказал «Что?» «Тебе не получить этот город» Я потрогал Таффи за плечо и говорю «Таффи, проснись» «По-моему, со мной говорит дьявол» А она говорит мне «Скажи ему, чтобы он замолчал» «Слава Богу!» А она не хотела, чтобы я будил ее за того, что какой-то бес говорит со мной Насколько я помню, Смит Вигглсворд свидетельствовал Что когда он спал у себя дома и проснулся То увидел, что бес сидит на краю его кровати Он сказал «А, это всего лишь ты» И лег спать дальше Потому что этот человек осознавал свою духовную власть Он понимал, что приобрела для него кровь Иисуса Давайте прочитаем пятую главу послания к римлянам Откройте ее Римлянам 5.17 Спасибо, Господь Благодарим за то, что мы имеем духовную власть и силу Сегодня вы выйдете отсюда и возьмете власть над всем, что вас мучило Доставало и преследовало Сегодня все это кончится Вы возьмете над этим власть А если у вас возникнут вопросы и кто-то скажет Что у вас нет на это права То скажите ему Что у вас есть право Которое было куплено кровью нашего Господа Иисуса Христа Римлянам 5.17 Ибо если преступлением одного смерть царствовала То есть правило Посредством одного То тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать То есть править В жизни посредством единого Иисуса Христа Это не означает, что враг не будет вам сопротивляться Но вы наверняка держите победу Поймите, о чем я говорю Это не для того, чтобы вы просто сказали Я понимаю свои права Понимаю свою власть И то, что сатана не обойдет ее Поймите, он сделает все, чтобы выступить против вас Но вы должны понять, что несмотря ни на что Победа в итоге будет за вами Вы должны принять это в свой разум Все может выглядеть так, словно я проигрываю Но победа в итоге будет моей Павел сказал Подвигом добрым подвязайтесь Добрый подвиг Это когда вы побеждаете Это будет бой Но вы победите в нем Вот почему один из переводов звучит как Ведите хороший бой с верой Многие люди стараются отойти от процесса И получить результаты Но вы должны сражаться для того, чтобы стать чемпионом Поэтому не надо просто говорить Слава Богу, что через кровь Иисуса я имею власть Дьявол, делай, что я скажу Потому что когда вы скажете Дьявол, сделай так и так Он скажет нет И вот тут происходит момент боя Когда вы должны вернуться и сказать Что ты сказал? Ты хочешь сказать, что не намерен этого делать? Хорошо Во имя Иисуса Которого знаю я И знаешь ты Помнишь крест? Ты должен напомнить ему о том, что вам известно Не говори мне, что ты не собираешься делать этого Потому что я знаю Что у меня есть право Купленное кровью Вот почему вы должны быть обученным христианином Ведь когда дьявол скажет нет Вы должны ему ответить Вы слышали, о чем я говорю? Вы и так знаете, что победа будет за вами Но вы должны научиться сражаться Вам не нужно многое Только кровь Иисуса Кровь Иисуса нет Кровь Иисуса нет Кровь Иисуса нет Я призываю кровь Христа Победа и так принадлежит вам Но вы должны стремиться к ней И преследовать ее То, что вы имеете силу и победу Не означает, что вы должны сидеть и ждать Пока она на вас упадет Вы должны получить ее с помощью веры Вы должны получить ее и пойти за ней Вы должны каждый день идти за ней Я верю, что имею откровение Согласно Писанию Я хожу верой, а не видением И я принимаю это во имя Иисуса Вы должны стремиться и преследовать свою победу Я показал вам это на прошлой неделе Как преследовать обетования Вы должны преследовать их Не сидите здесь и не говорите Вот и все, чему я научился сегодня в церкви Просто наденьте это на меня Никто ничего на вас не наденет Вы должны научиться использовать власть Которая была дана вам по вере И подвязаться добрым подвигам веры Чтобы победить Ну у меня нет работы Возразит кто-то Ну так пойдите и найдите ее И сделайте это с помощью данной вам духовной власти Я повелеваю этой работе прийти во имя Иисуса И я верю, что получу ее во имя Господа Библия говорит, что я благословен Но проходит всего лишь день И вы говорите Похоже, это не работает Так ведь прошел всего один день Вы должны показать хороший бой Это турнир Понимаете, о чем я говорю? Вы должны знать, как пребывать в этом Когда вы в этом пребываете То в итоге победа будет вашей Не нужно принимать поражение с самого начала Иначе вы проиграете Вы должны двигаться дальше, говоря Я держу победу Я это понимаю Я стану победителем Да Я видел, каковы обстоятельства Но я выйду из них победителем Да, я знаю, что произошло Но я одержу победу И в итоге победа становится вашей Потому что вы знаете, что вы победитель Вы больше не должны бояться трудностей Он полностью под вашими ногами Вы не должны бояться ведьм, колдунов, ворожей и прочих Повернитесь к своему соседу и скажите Я больше не боюсь Некоторые говорят Знаете, эти колдуны негативно влияют на весь наш район Но вы говорите Я призываю кровь Иисуса на это место и на мой дом И зло не коснется этого места, даже если для этого придется явиться ангелу с мечом Это место покрыто и защищено кровью Агнца Вы должны применять свою веру на практике Если вы пребываете во Христе Иисусе и покрыты Его драгоценной кровью То вы имеете полную победу над всем Никто не может помешать вам достичь Божьей цели в вашей жизни Позвольте мне сказать последнюю вещь и мы будем заканчивать Я хочу сказать вам о том, во что я верю Я верю, что мы будем поколением Иисуса Навина Позвольте мне заглянуть еще дальше и сказать, что мы уже являемся поколением Иисуса Навина Я верю в это всем сердцем Мы поколение Иисуса Навина Которое победит врагов И завладеет обетованной землей Мы поколение, которое принесет на эту землю правление нашего царя Иисуса Христа Между Иисусом Навином и Моисеем была большая разница Моисей был первопроходцем Но он не закончил свою работу Он был освободителем, но не избавителем Он вывел народ из Египта Но не смог ввести их в землю обетованную Сам он даже не вошел в нее Бог забрал его раньше Но Иисус Навин достиг того, что не смог достичь Моисея Он ввел людей в обетованную землю Послушайте мне, когда Иисус Навин Пришел в эту землю, он начал сражаться и побеждать врагов во имя Господа И во время одного из этих сражений начали происходить великие чудеса Солнце стояло весь день и не заходило Потому что Бог пролил град с неба Так что людей, погибших от града, было больше, чем тех, кого убил Иисус Навин и его люди Мы говорим о сверхъестественной помощи в виде чудес и знамени Я верю, что Бог дарует вам сверхъестественную поддержку И все это сражение будет быстрым делом Эти дни, когда нужно вести духовную войну И в этой войне нужно победить ради Господа и душ, которые захватил Сатана Настало время высвободить Царство Божье на этой земле Вы меня слышите? Я говорю, что настало время свободы в Царстве Божьем Возможно, все выглядит так, словно мы проигрываем Но Богу не нужно много времени, чтобы явить себя Я провозглашаю вам наступление этого времени И оно внезапно постучится в вашу дверь В той описанной в Библии битве пять царей сошлись вместе против Иисуса Навина Это были силы, которые объединились против народа Божьего Но Иисус Навин победил их И эти цари убежали и спрятались в пещере А теперь смотрите Иисус повелел, чтобы эту пещеру закрыли и держали их там Пока он не разобрался со всеми остальными И тогда пришло пророческое слово Я хочу, чтобы вы увидели это Откройте книгу Иисуса Навина, 10 главу Смотрите О, слава Богу! Я весь день проповедовал, чтобы добраться до этого места Иисус Навин, 10, 24 Если вы уже открыли, то скажите Аминь Когда вывели царей сих к Иисусу Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов Ходившим с ним Подойдите, наступите ногами вашими на вы и царей сих Они подошли и наступили ногами своими на вы и их Иисус сказал им Не бойтесь и не ужасайтесь Будьте тверды и мужественны Ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими С которыми будете воевать Видите, Господь ставит вашу ногу на шее ваших врагов Победа была обеспечена вам благодаря драгоценной крови Иисуса Его ноги были ранены Чтобы ваши ноги постоянно стояли на шее врага Вы будете управлять врагом и побеждать его Всех слуг фараона, которые вы сейчас видите, вы больше не увидите Ведь теперь вы имеете победу благодаря драгоценной крови Иисуса А теперь прочитайте Римлянам 16.20 Вы должны сами это увидеть Вы должны сами это увидеть Если вы открыли это место, то скажите Аминь Давайте прочитаем Бог же мира сокружит сатану под ногами вашими вскоре Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами Аминь Я знаю, что может казаться, словно весь ад ополчился против вас Но не бойтесь Помните о том, кто вы во Христе Помните о том, что из его ног пролилась кровь И о том, что она для вас приобрела Вскоре он сокрушит сатану под вашими ногами Давайте помолимся Отец Бог Мы благодарим тебя за купленное кровью Иисуса Право ходить в силе и власти Спасибо тебе за купленное его кровью право И за понимание того, что мы больше не находимся под властью дьявола Ибо кого Сын Божий освободил Тот истинно свободен Мы истинно свободны И мы будем ходить в силе Божьей И не будем колебаться Во имя Иисуса